Реализация региональной программы сохранения лесов в Республике Татарстан началась в конце апреля этого года. Основная задача проекта – 100% воспроизводство лесов к 2024 году. В планах на этот год провести работы по лесовоспроизводству на общей площади 5164 гектара. По сообщению Лесного хозяйства Республики заготовлено 34 миллиона саженцев леса. Восстановление леса будет проводиться искусственным, естественным и комбинированным способами. Я думаю, что это очень важное мероприятие, очень важное действие принятия специального закона для того, чтобы сохранить леса. Именно для сохранения, потому что нередко бывает, что если закон как-то корректируется, то наоборот в сторону, скажем так, ухудшения ситуации. А если это в сторону улучшения, такое приветствие, естественно. Потому что в свое время у нас достаточно сильный лесной кодекс был уменьшен, скажем так, в объемах и в требованиях. Ежегодно правительство выделяет огромные суммы на поддержание экологических законопроектов. Статистика за последние шесть лет показала хорошие результаты, что мотивирует на создание актуальных проектов в этой области и привлечение новых экспертов. Были анонсированы проекты, направленные на улучшение экологии, мероприятия по защите рек и рекультивации свалок. Также снизился процент от выбросов в атмосферу от нефтегазохимических предприятий. Ну, в первую очередь, это вот если говорить о лесах, это лесной кодекс, это земельный кодекс, это экологический кодекс Республики Торстан, это водный кодекс, градостроительный кодекс тоже, кстати, во многом направлен на то, чтобы сохранять природные объекты. Это вообще в целом Конституция Российской Федерации, это право граждан достойно окружающей среды, это закон об экологической экспертизе, закон об особо охраняемых природных территориях, закон об охране окружающей среды. И нелетко возникают законы, например, посвященные охране какого-то конкретного природного объекта, к примеру, Черного моря, Байкала или каких-то крупных лесов. То есть это, да, такое имеет место. Экология имеет огромное влияние на наше здоровье и на безопасность нашей жизнедеятельности в целом. Со стороны правительства активно проводятся различные акции, мероприятия и проекты. Поэтому каждому из нас стоит задуматься о своем личном вкладе в улучшение мира вокруг. Мы также можем принимать в них участие в качестве волонтеров, либо просто стараться ежедневно привносить хотя бы маленькие улучшения. Кристина Нырова, Адалина Абдрахманова, Николай Асуховский, Универ Новости.